Всем привет! Сегодня мы с вами попробуем приготовить оригинальный десерт на 8 марта. И для начала нам понадобится творог. Творог желательно выбирайте помягче, чтобы он не был слишком сухим. Но все-таки, если вы нигде не находите творог такой мягкий и вам попался сухой, это не проблема. Можно его разбавить сметаной или с битами сливки. В пластиковые бутылки с одной у нас получится вырезать одну формочку. Так что заранее можете почитать приблизительно сколько десертов вы решили приготовить и сколько вам бутылок для этого понадобится. Шоколад. Одна плитка имеет 100 грамм. В целом получается 300 грамм шоколада. Ну и напоследок это киви. Если, например, вам не нравятся киви или у вас их нету, можно заменить изюмом или любым другим фруктом, который вам самое сильно по душе. И давайте приступим к работе. Первое дело мы должны приготовить формочки. Для этого нам понадобится канцелярский нож или ножницы и просто вырезаем донышко бутылки. Примерно такие заготовки у нас должны получиться. Далее нам нужно растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке и хорошенько обмазать формочки изнутри. Далее нам нужно растопить шоколад. Пока шоколад стынет, давайте приготовим начинку, почистим киви и нарежем мелкими кусочками. В творог при желании вы можете добавить несколько ложек сахара. Лично я сахар не буду добавлять, поскольку шоколад сам по себе очень сладкий и я думаю это будет перебор. Данее нам нужно растопить шоколад на водяной бане, в моте, чтобы мать растопить шоколад на воде. И вот и наступил самый ответственный момент, это наполнить шоколадные формочки начинкой. Поочередно выкладываем слоями творог и киви, после этого шоколадом все сверху заливаем, немного разравниваем ложкой и отправляем в морозилку на 5-10 минут. И вот и все. Шоколадный десерт уже готов, желательно изначально сделать небольшие прорези канцелярским ножом, для того, чтобы не повредить шоколад. Всем огромное спасибо за внимание, пока-пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!